Слухи о том, что Рай Чабанян покинул проект, появились еще в середине прошлой недели. Телезрители почти сразу припомнили жестокую выходку Чабаняна в отношении местного кота и предположили, что защитница животных Ольга Орлова приложила все усилия, чтобы выгнать живодера за ворота без промедления. Впрочем, правда оказалась куда интереснее всех домыслов. Как выяснилось, на уходе Райана стояли его собственные родители, заявив, что больше не намерены наблюдать за шашнями сына с развратной Александрой Шева. Правда, они же согласились закрыть глаза на его отношения с любой другой участницей. Однако, переключиться на другую парню не позволили уже организаторы, фактически не оставив ему выбора, кроме как отправиться за ворота. Сама Александра, которая осталась на проекте, поделилась, «А Рай так и не забрал меня. Ведущие хотят меня отправить на острова. Как думаете, чем это может закончиться?» Ольга Васильевна Гобозова рассказала своему хорошему другу Рустаму Солнцеву, почему ее сын пришел на проект и готов на любые сценарии. Оказывается, Гобозов и его законная жена Аляна ничего не зарабатывают. Они имеют лишь небольшой доход с того, что заманивают свою сетевую мафию наивных людей. Также Ольга Васильевна не в восторге от того, что Саша променял Катю Зиновьеву на Ивану. Роман Гриценко поблагодарил Ольгу Бузову за возможность находиться рядом с ней и пообещал больше не тревожить ведущую. Сегодня стало известно о том, что Саймон Марданшин требует от Овсяниковой пройти детектор лжи. Молодой человек заявил, что хочет узнать, действительно ли Марго занималась эскортом до прихода на проект. Стоит отметить, что организаторы Дом-2 делают из детектора шоу и, скорее всего, все домыслы Саймона подтвердятся. Ольгу Бузову снова подозревают в употреблении наркотиков. В одном из интервью Дана Борисова сделала очередное сенсационное заявление. По словам бывшей телеведущей, под действием наркотиков частенько бывает и Ольга Бузова. Стоит отметить, что удивительная трудоспособность Оли всегда поражала фанатов Дом-2. Однако наркотики могут стать прямым объяснением тому. Сейчас Дана Борисова стала своего рода санитаром шоу-бизнеса и обещает вылечить, отправив на реабилитацию в Таиланд всех наркозависимых знаменитостей, в том числе и Бузову. Телезрители проекта давно привыкли к излишней эмоциональности Ольги Рапунцель. Правда, в последнее время Оля все больше становится похожа на истеричку, что вряд ли может пойти на пользу пока еще нерожденной дочери. До недавнего времени зрители винили во всем именно Ольгу, призывая ее не забывать о ребенке и быть хоть чуточку спокойнее. А теперь стало очевидно, что девушку планомерно доводят не только организаторы, но и ведущие, в частности та же Бузова, которая не имеет права так себя вести. Многих искренне возмутила, с каким цинизмом Бузова не так давно зачитывала СМС-переписку Дмитрия Дмитренко и Яны Лукьяненко, не обращая никакого внимания на слезы беременной Рапунцель. Вот что пишут возмущенные телезрители. Орги, вы реально заигрались? Ведущие, у вас сердце есть? Не боитесь взять грех на душу? Даже если это сценарий, я про Дмитренко и Рапу. Видно же, как Ольга эмоционирует. На последних сроках даже голос повышать опасно для ребенка, а она кричит, плачет, не зная, сможет ли она родить здорового ребенка с такими припадками. Последнее время телезрители все чаще отмечают, что Марина Африкантова выглядит все хуже и хуже, и если так пойдет и дальше, она будет выглядеть даже старше своих лет. А судя по стоп-кадру, появившемуся в сети, это уже произошло. Многих откровенно напугало фото, на котором Африкантова выглядит даже не на 30, а на все 40. При этом на ее лице отчетливо видны абсолютно все морщины и возрастные изменения.